Здравствуйте! В студии Фонтанки Лайф Венера Галеева. С сегодняшнего дня все желающие получить финский шенген должны будут проходить процедуру дактилоскопии, то есть сдавать свои отпечатки пальцев. О том, как это отразится на судьбе российских туристов и как в принципе будет проходить эта процедура, поговорим в нашей студии с генерального консульства Финляндии Карри Лехтанин. Господин Лехтанин, здравствуйте! Спасибо, что пришли. Стресс! Итак, первый вопрос. Сегодня с утра началась вот эта вот замечательная процедура, новая система действует. Есть ли первые цифры? Сколько человек обратились за визами по новым правилам? Да, сегодня с утра уже люди стояли перед консулатом, и где-то вот половина той цифры, что мы предполагали, вот они пришли. В абсолютных цифрах это сколько? Тысячи человек, сто человек? В генеральном консулах Финляндии было только определенное количество заведителей, и сегодня это было около 20 человек. Но в виз-медцентре утром было уже где-то вот за 100 человек. Вот эти обратившиеся за визами по новой системе, как долго они будут ждать свои визы? Повлияют ли на сроки изготовления виз новые правила? Может быть, они удлиняются? Необходимо здесь все-таки напомнить, что ничего, что касается визового кодекса, вот ничего не изменится. И процедура доктороскопии сама улиняет время приема только на несколько минут. Сейчас мы оформляем визы где-то около трех недель, и к концу месяца все-таки мы хотим, чтобы немножко сократить это время. Вот, кстати, к вопросу о сроках. Ведь последние месяцы вот этот срок немножко удлинился, мы привыкли, что визы оформляются недели за две. То есть есть надежда, что в октябре уже, да, вот эти сроки привычные вернутся? Как мы и предполагали, в последний момент сдали очень много заявлений, у нас большой объем работы, но стараемся справиться с этим. Новый порядок получения виз очень волнует клиентов туристических фирм, потому что, как ранее заявлялось, если туристическая фирма подает некий пакет документов своих туристов, то группами по 15 человек они должны прийти в определенное время на процедуру дактилоскопирования. И если один, хотя бы один из этой группы по какой-то причине не явится, то всем им в этот день будет отказано в приеме документов. Это действительно так. И зачем вводить такое жесткое правило? Это все совершенно верно. И вот группа из 15 человек определяется тем, что это как раз вот такое количество людей, заявлений, которые мы можем держать вместе и можем это все оформлять. И поэтому очень важно, чтобы все заявители из этих 15 человек, чтобы они в один день прибыли. И если хоть кто-то из этой группы не придет на место в тот же день, то, к сожалению, мы должны отказать в приеме. А технически чем вызвано это требование? Проще как-то обрабатывать по 15 человек, а не по 13 или 12, в зависимости от ситуации? Это не обязательно 15 человек. 15 заявлений в группе. Группа может состоять из двух человек, например. Но самое важное, туристическое агентство как-то подает документы, эту группу туристов, чтобы в тот же день эти же туристы пришли в визовый центр. Потому что система уже не будет признавать человека, который придет в следующий день. Задам такой вопрос. Я думаю, многие мои соотечественники со мной согласятся. Россиянам иногда трудно бывает договориться, чтобы вместе собраться куда-то на природу, выехать, отдохнуть. Не то, что в визовый центр все вместе поехать. Тем более, если люди между собой не знакомы. Есть ли какая-то надежда, что через какое-то время консульство все-таки откажется от вот этого жесткого правила? Я все понимаю и прекрасно знаю русскую культуру тоже с этой стороны. Но сейчас просто нужно привыкать к этому. Нужно оформлять вот такую группу, договариваться с людьми, знакомыми. Когда ты хорошо знаешь, и подать документы в визовый центр через турфирму вот таким образом. Если вы вводите какие-то жесткие правила для людей, то их хорошо бы за соблюдение этих правил чем-то поощрить. Можно ли надеяться, что с введением новой системы с дактилоскопией финский шенген будет выдаваться на более длительные сроки, чем сейчас он обычно выдается? Ведь на пять лет, например, шенген дают скорее в порядке исключения. Поощрение – это всегда приятно. Но здесь мы никак не можем перешагнуть через визовый кодекс, поэтому мы будем все оформлять согласно визовому кодексу. И так же, если человек лично придет подавать документы, издает и отпечатки за дно, то это очень быстро, можно без записи или по записи. Отпечатки пальцев ассоциируются с работой полиции. Будет ли полиция иметь доступ к этим данным? И каким образом будут передаваться такие персональные данные российских граждан по требованию правоохранительных органов? Это общая шенгенская визовая система, и, как правило, ею будут пользоваться только компетентные органы. Ну и задам последний вопрос. Какими чернилами пользуются в визовых центрах для того, чтобы осуществлять процедуру дактилоскопии? Пальчики-то потом легко отмыть или все с черными руками будут выходить? Никому не надо будет выходить из визового центра с черными пальцами. Отпечатки – это, значит, 10 отпечатков всех 10 пальцев. И в определенном порядке пальцы будут прикладывать к стеклу. Так что пальцы будут чистыми. Ну что ж, я надеюсь, вы убедились, что бояться новой процедуры не надо. Она не только не сделает процесс получения визы дольше, но и есть надежда, что в октябре мы снова будем получить шенген в течение двух недель, как давно привыкли. Спасибо большое за внимание. Берегите себя. Путешествуйте по всему миру. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»